Всем привет! Сегодня будет видео обзор на вратарский хоккейный нагрудник РБК серии АБ 6К размер взрослый СР и Элька в размер. Элька в размер у нас идет на рост от 172 к 193, как по таблице указано. Но это приблизительные размеры. Я, например, вообще играл в этом нагруднике более 6 лет. Мой рост метр шестьдесят, он мне большеват. Скажу вам сразу, непривычно было. Где-то в десятом году я покупал. Выбора не было особо большого, как вот сейчас в интернете, можно заказать по почте, транссерной компании, много бушных нагрудников. В данный момент я тогда покупал. Приехал в Санкт-Петербург и купил все, что есть. Но ничего, отыграл 5 лет. Довольно-таки он мне нравится до сих пор. Модель неплохая. Вот эта АБ-шная серия есть CCM. АБ-500 серия у них. Она, в принципе, идентична. Видимо, сотрудничает РБК и CCM. Он легкий, надежный. В принципе, чтоб пробило куда-то. По передней части или боковой не было вообще проблем. Были, конечно, моменты такие, что не было защиты шеи. Вот такой вот. Которая непосредственно на шею одевается. Потому что, как бы, немножко пространство здесь свободное создается. И может здесь шайба залететь. Были, были такие моменты. Попадало мне раза три в ключицу. Ну, довольно-таки долго я играл. И, в принципе, только в последние года купил и тоже нам не подарила. Сейчас вообще проблем не возникает. То, что жарко там в нем или, в принципе, нет проблем. Нормально привык уже. Очень здоровская защита. Но я сегодня не о ней хочу сказать, что она как бы выручает. По ключевые вставки тут вот такие чашечки идут. Такие вот, как сказать, обозвать-то их тоже, в принципе, довольно-таки не было проблем. Все, как бы, чтоб пробивало. Дело в том, что еще плюс какой, что для меня, например, лично, он не большеват почти на два размера. Мой размер так-то S. Но лучше, конечно, M для меня, например. Я привык уже к свободному нагруднику. И он немножко топорщится. И шайбы... Он с телом, в принципе, практически не соприкасается. И не так жарко. В этом нагруднике есть мягенькая еще прословичка. То бишь ее можно отдельно постирать. Очень удобно. И обратно ее налетить. Не стирать здесь не весь нагрудник, можно. В принципе, она еще как бы абортизирует. На вот таких ремешках идут. Регулировочных. На бляшках, не на липучках. Здесь идут у нас ремешки. Ремешки на защелках. Потому что разные фирмы тоже. У кого липучки, у кого... Минус один скажу вам. Это небольшой расходничек. Если шайба попадает, он раскалывается. То бишь уже получается расходник. Две-три штучки в запасе можно иметь. Не так часто это происходит. Но бывало такие случаи. И менял я их. На новых моделях CCM, на которых обзор буду потом CCM дальше снимать, там есть защитные вставочки. Я потом вам это покажу, расскажу. Наверное, все-таки уже продумали уже. И защита такую придумали уже. Не будет являться таким расходником. По сравнению с другими нагрудниками, случайно слышал от вратарей. Не буду марку называть. Ну, могу назвать. Это Bauer. Не знаю, какие модели там. Ну, ребята жаловали, что рёгом достается. Здесь же все четко закрывает. Довольно-таки хорошая защита. Практически, в принципе, закрывает. Остаются трусы, спина. Руки тоже у нас можно регулировать. При желании, если руки длинноваты, вот здесь веревочки просто распустить. И они опустятся чуть ниже руки. Рука тоже, в принципе, укутана. Проблем тут, чтобы где-то пробило. Вот бывало неуклюжный какой-то момент, помню, залетела вот сюда. Это под ловушку. Рука взмахнута, вверху была и попала. Ну, проблем не было. Сравнивать особо по клещам. Ну, в принципе, он лёгкий. Если только с Йоповски, вы знаете, старые, видите, с конского волоса или набитые, эти главспортпромы, эти нагрудники. Так, в принципе, лёгкий, своё дело выполнять. Уполнять будет ещё хорошо. Даже, в принципе, менять мне не хотелось. Ну, так получилось, что сейчас я себе другой подобрёл. С этим придётся попрощаться. Дальше я вам покажу на свой видеообзор на новый нагрудник. Это новая модель CCM Premier. Вот он, красавчик. Ну, это уже потом. Это уже другая, как говорится, история. Так что ещё хочу сказать. По низу здесь, оказывается, сколько я пять лет проиграл. Такая вставочка должна быть небольшая. Продолжение, так сказать. Продолжение следует. как говорится, что мы с моим ростом не будем работать. То ли вырезаны, но не сказать, что как-то это порвано. Как я отыграл пять лет, больше пяти лет. Она отсутствует. Но она мне, с моим ростом, как бы, в принципе, не пригодилась. Нормально всё. Я играю на наружу трусов хоккейных. Не внутрь. Как я её запихиваю. Тут верёвочка завязываю. Тут я, как бы, играю снаружи. Мне так удобнее, мне посвободнее, так. в принципе все по этому нагруднику всем спасибо за просмотр и всем удачи